Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристины Рабина. Сегодня в выпуске. Цены на социальные продукты в ежовых рукавицах власти. Комиссии проводят жесткий мониторинг рынков по всей Кубани. Кубань независимости. С таким названием в Анапе проходит антинаркотическая акция. Они способны угадать любимые напитки клиента с первого взгляда. Сегодня бармены всего мира отмечают свой профессиональный праздник. А сейчас обо всем подробнее. Цены на сахар, яйца, молоко, хлеб и другие социальные продукты, краевые власти будут сдерживать. А стоимость некоторых групп товаров и вовсе снизится. Об этом накануне заявили в краевой администрации. На совещании под руководством первого заместителя губернатора края Джамбулата Хатуова и представителей прокуратуры были подведены первые итоги работы по мониторингу потребительского рынка Кубани. В каждом районе края работают специальные комиссии, которые следят за ценами на социально важные товары. В январе они зафиксировали неоправданное повышение цен в сетевых гипермаркетах, таких как Перекресток, Табрис и Титан. Там подъем цены не был обусловлен ни инфляцией, ни подорожанием сырья. С попытками нажиться на потребителях должны бороться все районы края. Один из инструментов – обустройство большого количества ярмарок. Ресурс нашего края позволяет сегодня при правильной организации работы сделать все, чтобы за счет продукции, произведенной мелкими товарными производителями, жители нашего края были защищены максимально от ценового колебания. Оно сегодня неизбежно, но оно будет менее болезненным, каким могло быть. Главы всех районов края рассказали о том, как складывается ситуация с ценами в их городах и станицах. На совещании вице-губернатор поручил создать сайт, на который бы жители края могли присылать жалобы, если заметили высокие ценники. Причем сделать такую программу, чтобы письмо сразу же направлялось в соответствующие ведомства. Чиновники должны отреагировать тот же день. Проверить информацию вместе с представителями ФАС и прокуратурой, дать ответ. Также будет работать горячая линия. Проверки на ценах должны проводиться таким образом, чтобы не пострадали и представители бизнеса. Главная задача комиссии – понять, по каким причинам произошло повышение, и уже после этого принимать меры. Работа таких комиссий, как и деятельность руководителей районов края, находится на личном контроле губернатора. Чтобы не допустить необоснованного повышения цен, по указу главы Анапы проводят ежедневный мониторинг рынка продовольствия. Контролю подлежат как магазины, так и ярмарка «Привоз». Ежедневно за ценами следят 16 мобильных групп. Цены на продукты социального значения – масло, молоко, капуста, яблоки, хлеб и сахар – фиксируют до копейки. Предельная надбавка на такие продукты не должна превышать 30% от цены производителя, или 10% от поставщика. На сегодняшний день в некоторых торговых предприятиях замечен необоснованный рост цен. Глава города взял ценообразование продукции под свой контроль. Прокуратура и Роспотребнадзор всерьез займется теми, кто завышает цены. Однако, как показывает практика, нарушения предприниматели готовы устранить на месте. Смотрите, у нас есть перечень социально важных продуктов. Наценка должна быть не более 10%. У вас здесь есть завышение. Я вам сейчас предлагаю добровольно изменить эту цену. Альтернативой по повышению цен являются ярмарки «Привоз». 18 торговых площадок. Стоимость продуктов ниже среднерыночных на 10-30%. Александр Колесников лично побеседовал с жителями и поинтересовался их мнением. Цены нормальные, приемлемые. Продукты все есть практически. Так что каждую пятницу приходим, берем. Да почаще бы делали такие ярмарки с понижением цен. Мы не будем против. Мы всегда да. То, что организовано, вообще это здорово. Но чтобы различия, допустим, по ценам ярмарка и магазин, я сильно это не вижу. Лучше для нас, когда приезжает наша ярмарка, продукцию привозят. Исключительно хорошую, свежую всегда, доброкачественную и вкусную. Кстати, по этому вопросу уже сейчас открыта горячая линия. Если вы заметили случай завышения цен, можно прозвонить по телефону, указанному на стенде ярмарки для устранения данного нарушения. Или по горячей линии 58047. 90 земельных участков, предназначенных для многодетных семей, выделено дополнительно в Цибанабалке, Юровке и Джигинке, а также на хуторе Утаж. Соответствующее решение приняли анапские депутаты на 72-й сессии. Решением Совета также увеличена максимальная площадь земельного участка, предоставляемого многодетной семье для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства с 1000 до 1500 квадратных метров. Спасти молодого поколения, привить тягу к здоровому образу жизни и научиться сопротивляться пагубным привычкам – вот главные задачи краевой акции «Кубань независимости». В муниципальных образованиях края акция проводится в рамках губернаторской программы «Будьте здоровы». Организаторы акции используют в работе ноу-хау. Подробности в сюжете. Обезьяна с гранатой предостерегает, не подрывая себя, выбирает здоровый образ жизни. 250 студентов анапских вузов и среднеспециальных учебных заведений посмотрели на вредные привычки другими глазами. Сегодня краевая акция «Кубань вне зависимости» расположилась в Российском государственном социальном университете. В Анапе акция проводится впервые. Это не разовая акция и не разовое мероприятие. Это системная работа, которая проводится специалистами краевого наркодиспансера с 2012 года. Сегодня мы приехали сюда. Большую команду. Это специалисты. 14 специалистов краевого наркодиспансера. Это врачи, психологи, специалисты по социальной работе. Семь кабинетов, семь разных форм работы. Машина времени с помощью спирометрии перемещает курильщика в будущее. Измеряется поток воздуха на выдохе, функции легких, их жизнеспособность. А будущее у курильщиков печальное. Так, самый известный курильщик Уэйн Макларен, лицо табачной рекламы, умер в 52 года от рака легких. Студенты посетили кинолекторий, участвовали в игровых тренингах, беседах. В холле выставочные стенды наглядно демонстрировали влияние пагубных привычек на молодой организм. Сильным потрясением для ребят стала информация, из чего производятся табачные изделия. Тут очень много было информации. Мы много узнали. Нам рассказали про кальян, как влияют на легкие. Очень хочу, чтобы у нас был край очень здоровый. И за здоровый образ жизни. Сама тоже спортсменка, ничего не потребляю и мне нравится. За два года работы специалисты онкодиспансера охватили внушительную аудиторию. Более 40 тысяч ребят с 16 до 20 лет. Ребята призадумались, полистали буклеты и курить не пошли. Проверить всю документацию застройщика, замахнувшегося на земельный участок, вплотную прилегающей к спортивной школе Виктория. Такое поручение своему первому заместителю дал глава Анапы по итогам рабочей встречи с депутатом 1-го городского избирательного округа Верой Северюковой. Рабочая встреча главы курорта и депутата 1-го избирательного округа посвящена разным вопросам. Это и санитарное состояние города, и подготовка пляжей к предстоящему сезону. Но один из них, что называется, на злобу дня. Один из вопросов, который и меня волнует, и уже несколько приходило избирателей. А что там вообще ограждение около Виктории, спортивной школы, что там собирается делать? Анапчане против стройки, и это совершенно справедливо соглашается Сергей Сергеев. И не откладывая, приглашает на встречу своего первого заместителя. Я обязательно там побываю, а вот Светлане Владимировне я даю поручение разобраться, законно, незаконно. Даже если есть законные основания, значит, принять меры. Мне кажется, совершенно правильно, что строительство там быть не должно, капитально. Да вообще, на проспекте революции хватит строить. Там должен быть парк, детские аттракционы. Посмотрите внимательно. Ну, это вообще безобразие. Ну, я полностью поддерживаю. Там как раз место отдыха рядом, набережная. Там должно быть тихо, спокойно. Эта стройка не имеет права на жизнь хотя бы потому, что небезопасна для спортивной школы. К тому же она заходит прямо на коммуникации. Глава города не собирается безучастно смотреть на происходящее. Хаотичная и бездумная застройка и так испортила облик города. Примириться с этим нельзя, подчеркивает мэр. Вопрос со строительством рядом со спортивной школой Виктория Сергей взял на личный контроль. Студенческая спартакиада – это возможность побороться за звание самого спортивного вуза. Соревнования молодежи проходят в спортивном комплексе школы номер один уже в пятый раз. Девять учебных заведений, более 50 участников. Каждое учебное заведение представляют спортсмены в различных направлениях спорта. Здесь и бег, и преодоление препятствий, тоннель, перенос пострадавшего и боеприпасов. Для мальчиков это проверка, готов ли к армии. На спартакиаде есть чем блеснуть и девчонкам. Для девочек это не менее интересно. У нас при первом нашем виде военизированном кроссе девочки бежали быстрее, чем мальчики. То есть при полной экипировке была каска, автомат. Бесспорно, Анапу можно назвать городом спортивным и городом молодых. Множество мероприятий, где можно проявить себя, свои таланты. К тому же спорт – это хорошая закалка. Они учат спорту, жизни, то, что не нужно стоять на месте, ну и подготавливают к военной службе. Лично для меня это что-то прям такое патриотическое. Мне очень нравится самоучаствовать. Именно в таких соревнованиях они вызывают бурю эмоций. Я считаю, что каждый должен участвовать, так как, во-первых, мы живем в России, и каждый должен гордиться своей страной. И это как бы доказательство того, что мы любим ее. Позади уже три этапа спартакиады. Все баллы суммируются и летом объявят победителей. Журналисты федеральных СМИ подготовили видеопроект о городах воинской славы. Фильм об Анапе смотрите на Первом канале 10 февраля, 18.20 и 21.20 после выпусков новостей. И в продолжение выпуска встреча с гостем нашей студии. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Гость нашей студии – командир роты ДПС города-курорта Анапа Александр Смирнов. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Как прошел для города-курорта Анапа минувший год, и какие цифры, даты, самые главные события происходили? Ну, что, если говорить по цифрам, то, в общем-то, и подразделение, и город-курорт, в общем-то, с аварийностью на дорогах справился. У нас снижение по количеству дороже трассных происшествий, по погибшим. Значит, ну, если говорить это по цифрам, если говорить, в общем, по всем тем мероприятиям, которые касаются безопасности движения, то, в общем-то, считаю, что 123 дороже трассных происшествий, в которых пострадали или погибли люди, это одно. Но 32 погибших в дороже трассных происшествий, конечно, это очень много для нашего города-курорта. Ну, и, конечно, здесь говорить себе какие-то заслуги ставить не хотелось бы. Любые праздники – это зона риска. Как в Анапе прошли новогодние праздники? Ну, праздники – это всегда, вы правильно сказали, это зона риска. Поэтому мы, в общем-то, были усилены в работе. И, конечно, мы не допустили дороже трассных происшествий совместно с УВД, совместно с администрацией города-курорта Анапа. В общем-то, серьезно дороже трассных происшествий не было. Ну, а что касается по пьяным, то, в общем-то, мы выявили 21 водителя задержали за управление транспортным состоянием опьянения. А если говорить за 2014 год, мы задержали 612 водителей, было задержано за управление транспортным состоянием опьянения. И здесь говорить, что, в общем-то, правительство идет по методам ужесточения, я все-таки считаю это правильно. Потому что вот эти все послабления, особенно в этом направлении, в состоянии опьянения, конечно, здесь послабления быть не должно быть. А в этом году какие-то более жесткие требования и правила водителям, которые употребляют алкоголь за рулем? Считаю, что это действительно мера правильная, потому что сегодня очень тяжкие последствия именно наступают тогда, когда водитель управляет транспортным состоянием опьянения. Я считаю, что государство делает это правильно, проанализировав всю обстановку не только по городу-курорту, а по всей стране. А обстановка, она очень тяжелая. Еще одно любимое нарушение автолюбителей – это превышение скоростного режима. Как обстоят у нас дела и как вы с этим боретесь? Ну, хочу сказать, что это нелюбимое. Это, в общем-то, для нас оно нелюбимое, потому что основная причина дороже транспортных происшествий, особенно тяжких, это превышение скорости. Вы видите, на дорогах появляется больше видеокамер, которые сегодня работают и не успевают печатать вот эти письма. Их так называют в народе письма счастья. Значит, что касается нашего города, то практически все на сегодня видеокамеры, которые есть, значит, они включены. И сегодня все-таки это беспристрастный инспектор, который сегодня работает в виде видеокамеры. И, в общем-то, он приносит свою пользу. И, может быть, и, скорее всего, это так и по краю, и по стране, в общем-то, вот эти видеокамеры, которые сегодня работают, свою, в общем-то, пользу приносят и дают снижение аварийности. Какая проблема на анапских дорогах стоит сегодня наиболее остро? Ну, наиболее остро проблема, как вы знаете, особенно в летний период, это наши пробки. А пробки сегодня, это станица Анапская, въезд в город со стороны Анапской и въезд в станицу Анапской. И пробки на Чембурском кольце, то же самое. Значит, что мы делаем совместно с администрацией? Вы знаете, что на сегодняшний день глава принято решение о строительстве сегодня подземного перехода в станице Анапской. И проектная сметная документация уже есть. Я думаю, к сезону этот вопрос тоже глава будет решен, главой, и будет уже легче. Почему? Потому что там в основном переходят пешеходы, и пешеходы сдерживают транспорт, и получается наполняемость транспорта, и создается пробки, в том числе и по Чембурскому кольцу. А какие-то профилактические мероприятия с подростками проводятся? Ну, у нас есть свои, в общем-то, подростки. Это и школа-интернат, и Суворово-Черкесская школа, и наша рядом по соседству с нами школа, специальная школа. Поэтому мы сегодня проводим с ними работу. Ну, и также наш инспектор по агитации и пропаганде. Мы встречаемся со школьником, рассказываем о службе, на примерах в виде машинок, рассказываем, как нужно переходить улицу, как нужно одеваться, а это самое, в общем-то, главное, считаю, это одежда, особенно в вечернее время, особенно в зимнее время. Это одежда, чтобы были какие-то светоотражающие ленточки, чтобы можно было увидеть ребенка. Ну, и, конечно, проводим, хотя и родители обижаются, это кресло. Когда ребенок пристегнут, это более безопасно, чем он не пристегнут, когда он, извините, болтается по салону, бегает. А, в общем-то, родители не всегда это понимают, обижаются. Но это мы вынуждены делать не из-за того, что нам хочется это делать, а из-за того, что мы видим анализ, и наш руководитель видит анализ, видит практику. Сегодня в студии у нас был командир РОТДПС города-курорта Анапа Александр Смирнов. До свидания. 18 февраля в Центре детского творчества пройдет традиционный конкурс среди школьников, вращая круг истории столетий. Принять участие в викторине может любой творческий коллектив. Конкурсная программа начнется с представления домашнего задания. Ребята проведут настоящую следовательскую работу, подготовят фотовыставку о памятниках города. В этом году тема конкурса «Анапа в научной и художественной литературе». Какую цель мы преследуем, проводя этот конкурс именно в этом году? Это, конечно же, вовлечение наших детей в атмосферу культурно-нравственного воспитания и изучение культуры нашего края, изучение истории нашей Родины. Сегодня, в День Святого Аманда, покровителя виноделия, пивоваров и ресторанов, по всему миру бармены отмечают свой профессиональный праздник. Он прижился и в России, и в Анапе становятся все более популярным. Опытные бармены с первого взгляда угадывают вкусовые предпочтения клиентов. За барной стойкой им порой приходится стоять до 20 часов. О секретах барменского искусства в нашем сюжете. «Коктейль кубариты, который входит в белый ром, кола, сок и лайм». Смешать напитки и получить вкусный коктейль – целое искусство. Бармен – профессия исключительно творческая. В Анапе этой науки учат в Анапском колледже сферы услуг. Сегодня выпускная группа сдаёт экзамен на профпригодность. Константин Занин после девятого класса решил получить востребованную в городе-курорте профессию. Отучился на бармена-официанта-буфетчика. Люди именно этой профессии считают он неплохие психологи. «К барменам он должен общаться. Люди приходят к нему, он уже может подсказать что-то, что-то выбрать для них. Отучился сейчас, да. У меня есть планы – работать барменом, то есть отдаться полностью именно за бар, остаться, конечно, здесь, в городе». Красиво накрыть стол, художественно оформить салфетки – это малая часть того, что умеют выпускники колледжа. А уж пропорции самых популярных в мире коктейлей они обязаны знать на зубок. «Очень востребованные на нашем курорте профессии готовятся сейчас. Эти 22 человека будут востребованы, потому что уровень подготовки довольно высок». Тончайший элемент приготовления коктейлей – лёд. Его используют для охлаждения бокала или самого напитка. У ассоциации барменов 60 рецептов коктейлей. Но всегда можно экспериментировать. Главное, чтобы клиент был доволен. «Первым делом бармен должен предоставить стекло, что оно у него идеально чистое. Вторым делом – показать весь процесс, тем самым приманив гостя к барной стойке. Ну а дальше все ингредиенты смешиваются уже по технологии. Все коктейли по-своему сложные. То бишь, будь то наслаивание, смешивание, всё, главное – иметь именно представление о процессе приготовления». Бармен знает секрет хорошего настроения – на вкус. Он по памяти должен знать вкусы всех коктейлей. Кстати, по международным правилам, любой коктейль должен содержать не более 60 мл алкоголя и пяти ингредиентов, включая специи и биттеры. Но главный секрет – любить свою работу. «Анапа» вновь принимает спортивных гостей. 80 лучших волейболисток Кубани встретили в зональном этапе первенстве Краснодарского края по волейболу. Семь команд из Славинского и Северского районов Крымска, Краснодара, Сочи и Анапы соревнуются за выход в финал первенства края по волейболу. На площадке ДЮС США «Виктория» сегодня школьницы 99-го 2000 года рождения. Соперники сильные. «Всего две зоны края. У нас одна зона и другая в Сараминской. В нашей зоне участвуют четыре команды из пяти сильнейших команд края. Это команда Краснодара, команда Крымска, Северского района и лидер, я так надеюсь, лидер первенства команды Анапы». В прошлом году анапчанки стали победителями первенства. Нынешний спортивный сезон для волейболиста «Канапы» начался успешно. «В данных соревнованиях мы участвуем двумя командами. Девчонки младшего, которые здесь играют, они просто получают игровой опыт. У них два поражения на сегодняшний день. Ну, в принципе, они стараются, играют. А основная команда идет без поражений. Они уже вышли в финал первенства Краснодарского края. Я думаю, что они бороться будут здесь за первой. Финалисты первенства войдут в состав краевой сборной по волейболу. Далее в программе «Чем запомнилось» и «Какими событиями» отмечена эта неделя. Подробности в кратком обзоре. Анапа вошла в число пяти муниципалитетов Краснодарского края, где реализуется программа «Доступная среда». Требование губернатора создать комфортные условия для полноценной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. Субцесская спортивная школа номер один – одна из первых в Анапе, где реализовали этот проект. На полтора миллиона рублей школу оснастили специальным оборудованием, перестроили архитектуру зданий, увеличили входной тамбур, приобрели портативный подъемник для инвалидных кресел, благоустроили прилегающую территорию, уложили тактильную плитку. Внимание! Горячая линия о несвоевременной выплате заработка. 5 миллионов рублей серой зарплаты вернули предприятиям. Должники своим работникам в прошлом году. Восстановлены права более ста анапчан. О нарушении трудовых прав, несвоевременной выплате заработной платы, а также о зарплате в конвертах жители Анапы могут сообщить на телефон горячей линии. Информация о работодателях и нарушителях направляется в Государственную инспекцию по труду в Краснодарском крае, Анапскую межрайонную прокуратуру. Телефон горячей линии 4-52-49, код города 86-133. Самостроя в черный список. Городские власти ведут судебные тяжбы с недобросовестным застройщиком. Только в январе в черный список добавилось 7 домов, где жить нельзя. А анапчан же призывают быть бдительными при покупке недвижимости. Список незаконно возведенных домов опубликован на официальном сайте администрации. С этим списком также можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства. Палиативная медицина призвана поддержать пациентов, находящихся на грани жизни и смерти, а также их родных. Именно в это время как никогда они нуждаются в общении, человеческом тепле и внимании. Единственный в своем роде хоспис появился и у нас в Анапе. Здесь помогут ожилобольным как можно дольше оставаться активными. Отделение палиативной терапии откроет станицы Гостогаевска весной. Оно будет обслуживать пациентов всего Анапского района. Это все новости на сегодня. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Катя Соловьянова, анапчанка, комсомолка, разведчица. Участвовала в боевых операциях против оккупантов. Была схвачена и казнена фашистами вместе со своими товарищами. В 1942-м ей тогда было всего лишь 20 лет. Мы помним. Редактор субтитров А.Семкин